утро доброе друзья новый день новое приключение вот собрались сразу разложили как стол чтобы делать завтрак сейчас это 5 утра дает что и упущенное время видим что уже рассвет начинается вроде как погода хорошая и хочется спать ну так как мы можем можно сделать сможем все позволить еще или хоть и спать так что не спимся еще дальше много зарядки никуда ваша доброе утро как спалось сегодня уже лучше еще бы побольше вы поток подольце подольше проверки пошли но так она утро красота неописуемая главное разнообразие всегда друзья но вообще на самом деле то будут кустики то не будет кустик все положительно следите вот так идешь в этом направлении в лес а ведь и такая туманка и видимость вот представил сейчас то больше если не было бы столбиков все только идешь вы не смотря эти не заметает его руки когда обмыл снегом так мерзнут раз вот еще пока не так уж и много у нас рацион бодрого утра берете творога грамм 200 до электриса сколько там грамм 200 сметаны еще пол грамм 150 и сверху поливаете то все медом и перемешивая запиваете то все кофе до свеже сварили вот так вот вкусно достойно мне нравится мед сметан коробочили и кричистили но если так просто будешь едет жрать жрать ничего не делать поэтому как еще раз на гиподинамия не могу проговорить даже гиподинамия ясно значит надо двигаться и каждое утро будем меняться это гулять сколько на километров пройти ну в принципе пока не догонят дорожка такая веселая на всех по пояс фактически все грузовиков не видно дошли далеко пока нас не догоняется работа с гетерами гиперами он догоняет нас уже но мы так неплохо прошли уже контр-три наверно такси подано такси максим такси вызывали все по стенке сняли свобода теперь можно заняться дальше то сами без проблем завелись то есть просто утонул вот техника закинута и никому не нужно даже пытались его видно вытаскивать слушайте ну смотрите как он потонул в этом болоте интересно дверь открывается или так и конечно так жалко съехал не туда и вот выдерни его все забыли списали есть там кто проверка всех систем градусов по 80 до такой снег чистенький хорошо прыгаем засыпало так неплохо да нечищено не кривая садись столько снега но утром кто-то ехал да или ночью пробитый же свет то есть он только уже утонул полоски у тот если он только полосу уже провалился Да? Или тоже вытаскивали? Умывается? Нет, никто не бросает технику. Ну вот их денег, вот об этом и речь. То есть можешь кран притащить или кран не поднимешь? Я не верю сейчас. Надо вынуждать, пока она там замерзнет. Ага. Он прикончено далбливает, промораживает. А сейчас видишь, пока тепло. Да, нет смысла. Ну до лета, если не вытащил, все, он уже там... Фиксируйте, я буду просто. Прием, надо заставить, чтобы мы дальше не можем. Ой, видос замутил, отлично. Все, интервью у нас есть с крутым путешественником. Много очень полезных советов, кстати. Так что смотрите обязательно. А, черт. Не хочет... Ага. Ну да, это... Как на лодке, в общем. Вон, два грузовика что-то встали. Кто-то поломался, по-видиму. Т.е. мы дернуть такой грузовик не сможем. Они очень тяжелые, получается, да. Пусть мы просто будем стоять, шлифовать и все. А есть какой-то там техника безопасности, говорящая там, что ты должен... Если у тебя машина сломалась, там стоять ждать. Ты не слышал пойти пройти места. Почему? Ну, про технику безопасности. Вот у тебя там, если вы идете на три колонны, два-три человека. Одна машина, получается, не может идти. Или может быть. Но я к тому, что... Есть какие-то правила? Нет, нам все равно, как бы человек пришел вовремя. Все. Вернулся с меры. Все понятно где. Как правило, в рейсах машин на коробке. Стоят они уже без трекера. Они понимают, где находятся машины. Все ясно. Наверняка у трекера есть человек. Вот, есть кнопка включения. Кнопка, да, все. Все случается. Нажимаем кнопку. Какой-то сложный участок дороги. Потому что вот, смотрите, уже еще одна машина стоит. И впереди там видно еще одна. Что-то ломаются ребята здесь. Вот так прицепы кинули. Снял его с машины и поехал. Снял его с машины и поехал. Хорошо, что-то случилось. Тачка какая-то потонула, видимо. Нет, перевернулся. Ну хорошо хоть отстегнулся. Да, бывает, когда с зимой-то съехал. Навалился? Ага. 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 Как снег налип. Ну нормально у нас. Хорошо идет. Блин, тяжелый у этих водил работа. Смотрите, как стянуло его на подъеме. Смотрите, такой здоровый трактор. А это вот накатывает, получается, дорогу. Прямо какая-то пробка. Чего-то люди повстали и все. И не понять, что куда. Или ждут, или тянут друг друга. Заправка происходит прямо. Какая здоровая вон, буровая. Да. Речка даже. Видим еще один пост. Какой-то? После этого. А здесь все покорно. Красно. Ну его можно вообще объехать. Сейчас пусть. Можно ли вас объехать, да? Вот так у них даже и туалет, вон, канализация сделана. Все как у людей. Вон, прикольно. Вон, как наваливает КамАЗ. Здесь. Нормально проходит. Вон. 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 Смотрите, как тут на прошилу и все. Давай. Еще поехал по этому ряду. Не понятно, что там творит. Ему проще было, наверное, идти прямо и все. Ну вот, наша бригада пошла помогать на выручку КамАЗа. Беде на севере не оставим. Сейчас капанем колею. Все, вышел. Сдал просто, на другую колею проехал. По другой колее проехал, все. Красава. Вот и дунуло. Смотрите, какая белизна стала. Да, прыга началась. Пургане хорошо, да? Может, забыть так, что где-нибудь 2 и 3 простые шпы. Не, так не запланировано у нас. Ну, блин. Черт, кто, блин, спарится, смотри, блин. Да, как она сейчас развалится? Так, а что, кидаемся вместе, да, и все, и пускай наварится. Да, да, мы все сейчас отсутствуем. Долго. Что мы делаем, борщ, да? Пюре делаем, все пюре, мы, да ладно? У нас наплавился уже. Снег, вот, воды красава, да? Чувствуешь силу? Да. Что-то конина какая-то еще жирная. Ну, это не возьмется, нет, выбери где поменьше жирная. Ты командир, чем кидал-то лопатой? Водичная. Ведром желтым. Вот, и красота, красивый, питательный. И вкусный борщ получился у нас. И довольно быстро. Вот это шеф-повар, вот этот молодец. Самовыращенная капуста. Ну, хлеба, короче, нормальный. Хлеба хватит. Ну, не помрем. Вот Сергей, я принес, ты меня взял заблуждение, все. Я сам сдался, да. Начался сомневаться. Но я же не могу, представляешь, у тебя на полдороге все кончится. Получилось вкусно? Вообще супер. Отлично. Гип-гип, ура. Повару. Тесеня, молодец. Мы тебя никогда не забудем. О, валит, валит. Серега, спасибо. Очень вкусно. Ели. Все, победа, поехали. Да, короли и открыли. Ох, метет. Не слабо там. Провалился. Ну, да. И это жопа. Все, продолжаем движение. Немножко уже погода наладилась. Даже уже солнышко периодически было проявлялось. Новое месторождение зарождается. Точнее, новое место копания, пырение зарождается. И даже пропускной пункт. Все серьезно. Проверка документов, проверка транспортов, проверка машин. Женя, вот расскажи, как ты попал на экспедицию? Ну, с Алексеем знакомый уже давно. И попросился взять спасение. А это твоя первая экспедиция? Где ты уже был на подобных? Ну, на Таймыре не был. А так по Ямалу там. Своей песочницей ездил много. А как вообще вот у тебя спинтеризация? Там механик. Также ты там создаешь эти траки. У тебя такой джип здоровый, лифтованный. То есть, значит, ты уже джипов. Мы в эксплуатации. Вот машина Алексея. Первая машина из тяжелой серии. Шаттл. Мы на ней ездим, возим туристов. В общем, любительство получается. Просто у тебя хобби заниматься бездорожьем, кататься. Ну, да. Сколько труб. Прямо целые города. Ну, хрена себе. Факел какой-то. Смотрите, сколько там энергии сгорает. Начальник продовольственного состава. Что сегодня мы будем кушать? Гречу. Отличный выбор. И все. Гречу, тушенки, как всегда. С лосякиной. Все. Прошли мы самую крупную нефтедобывающую станцию. Вон она еще горит. Светится. И здесь мы будем вот так ночевать. Большое пространство. Опять начинается следующий зимник. Где-то, по идее, через два дня мы должны добраться до города Дудинка. Ну и пребудет с нами сила. Траки стоят. Еще даже некоторые тарахтят. Мы готовим гречку. И жизнь прекрасна. Ну, возьми еще одну. Это запасной. Сегодня у нас гречка, как обычно. Маленечко. Ну ладно, я на... Давай-давай. Можете покормить? Давайте покормим. А можно ее с руки же, да? Отлично. Лису-лису. Дожди, нормально. Да, знаю-знаю. Да не поитесь, я понимаю. На. Охренеть. Рыжая, рыжая. Да, лиса, лиса это. Не, не, не убегает. Ой, да ладно тебе. Да ладно, бешенство не лечит. Давай-давай-давай. Хочешь? Ого, хвостяра как. Не, у нас когда восхождение, тоже как бы там по 7-8 дней, ты не понимаешь, и потешка ставка, что это нормально. Ну, да? Ну, у меня было Эльбрус, потаси. Дядя Василий Лагин на Эльбрус лендровер затошил. Затащил. На корму, блин. Да. Кстати, его там нету. Да, они его что-то раскушили? Нет. Нет, не через образные. О чем же тащили Альбрус? Две машины. А спустили одну на палку. Ну, она палка, короче, на рушество. К сожалению. Но, опять же, заставили как лебедками, профессиональный альпинизм. Конечно. Затем все больше и больше набираем воды. Процесс идет. Ну, отлично. Она все не кончается. Супер. Ребята вон с лесу играют, все подкармливают ее. Ах, красавица. Сейчас мы ее надурим. А вот такой момент. Блин, такая красивая. Красота. А здесь так тепленько. А вот так тепленько.